всех приветствую себя на канале я роман головин и сегодня мы с вами будем беседовать о головных болях ну поскольку многие знают что я бывший врач если можно так выразиться работал в традиционной медицине ну конечно же я не являюсь супер специалистом по головным болям и сегодня я просто хотел бы рассказать мое видение да и с чем я сталкивался да что могут сущности с точки зрения духовного развития что происходит и так факторов которые отвечают за головные боли очень-очень много но этот скажем так симптом очень распространенный на планете земля могу лишь сказать про себя например да начну с себя такой пример жизненный у меня практически никогда не болит голова то есть у меня в программе то вообще нет в каких случаях у меня начинает болеть голова 1 а когда я очень-очень сильно нервничаю такое бывает очень редко и меня просто вот голова просто трещит по швам болит в затылочной области в основном когда я очень-очень устаю мало сплю и очень нервничаю в одномоментно да вот таких моментах у меня очень сильно болит голова а так я еще когда первое время где-то года два с половиной назад мы впервые попросили закачать мне энергию то есть мне тоже какое-то время не хватало энергии и когда я почувствовал что у меня начинала болеть голова очень сильно болела голова какой-то момент и я начал настя спрашивать что это такое это тебе закачивает энергию вот два фактора которые я лично жизни чувствовал лично моя головная боль второе уже есть опыт определенные до наблюдения за нашими клиентами когда иногда закачивается энергия не у всех людей у некоторых тоже болит голова во время закачки энергии люди наоборот это связывают с чем-то другим и опять же напоминаю что есть несколько причин почему болит голова первое это когда у человека темные когда человека темно не создает условия болит голова их темных убираем ставим защиту через какое-то время голова перестает болеть карма когда человек наработал карму либо с прошлой жизни либо в этой жизни наработал и потом это карма может вступить в любой момент в любой отрезок жизни в течение какого-то периода времени и может болеть всю жизнь периодически да может чуть сильнее чуть слабее вот у всех по-разному может постоянно болеть опять же с помощью конечно медицины чуть чуть можно меньше сделать чтоб эта боль была с помощью питания с помощью медитации с помощью йога расслабления и так далее то есть много разных вещей снижение артериальное давление чуть можно меньше сделать но если это в программе прописано вот это будет болеть допустим еще есть причина жизненный урок то есть это если прописано как я сказал будет тоже периодически болит то больше то меньше то уходить то опять приходить как бы чередоваться отдых с болью и самое наверное такое простое это неправильный образ жизни когда у человека есть различные заболевания которые приобретенные человек неправильно питался ожирение там малоподвижный образ жизни неправильное питание и так далее тоже может вызывать заболевание и болит голова чувствуется головные боли мигрень так называемая у меня на канале про мигрень там давно про головную боли снимал вот тоже какие-то данные есть опять же заболеваний разных очень много если брать отдельно заболевания до заболевания тоже могут быть и кармические и как жизненные уроки которые даются неприобретенные темные вызывают и на фоне вот этих заболеваний побочным эффектом является головная боль устраняешь заболевания головная боль проходит если к нам попадают люди с головной болью мы видим что ее можно убрать она приобретенные мы просим сущности и головная боль уходит постепенно это мы тоже наблюдали неоднократно то есть это можно убрать опять же есть люди которые с определенной программой да они подвергаются более быстрому удалению головной боли если запущенные хронические какие-то моменты и это очень длительно то главную боль просто можно уменьшить то есть полностью сразу убрать невозможно вот то есть в течение какого-то времени определенного поскольку мы живем на планете земля напоминаю многие люди это не очень понимаю думаю сейчас мы обратимся к роману с анастасией вот так вот и за пять минут все снимется есть болезни которые на самом деле сущность очень быстро снимает жар там температуру озноб какой-то там такие моменты когда резко наступило заболевание и также резко проходит чем дольше у вас заболевание существует или чем дольше у вас существует проблема тем дольше с ней нужно бороться требуется время вот допустим много есть заболеваний и когда люди спрашивают что сделать либо к сущности обратиться либо пойти к хирургу есть моменты когда и так и так можно сделать но когда делать сущность вы будете три года ждать пока он грыжу удалят или справиться с какой-то проблемой проще пойти к хирургу одномоментно сразу это все сделать через месяц у вас нормально все все заживает а ждать три года смысла нет просто найти хорошего специалиста конечно если какое-то заболевание которое скажем так не сильно вам портит жизни вы можете еще жить с этим да можно попросить сущности там два-три года сущность будет это делать восстанавливать конечно если у человека там стерся ими низ коленные да там порвалась связка крестообразная там какая-то очень большая грыжа конечно смысла ну сущность просить нет есть смысл пойти хирургу грамотному да и все это сделать это первых быстро будет быстрее как бы вы пройдете через это конечно многие боятся операции понятно что приоритете сделать помощь сущности есть различные опухоли которые образуются головная боль образуется да есть какие-то другие заболевания гормональные заболевания повышенное артериальное давление психические болезни также плюс еще и так далее куча куча всего существует и вот наверное самое интересное так как на самом деле вот проходит закачка в голове иногда еще может голова болеть когда вы резко начинаете медитировать то есть никогда этим не занимались посмотрев наш канал или получив от нас информацию на частной консультации начинаете медитировать и энергия начинает резко идти по энергетическим каналам и энергетические каналы сразу не готовы принимать такое количество энергии у вас может болеть голова кстати у меня тоже такое было и естественно это не у всех людей этого некоторых людей только и когда мы чуть-чуть меньше начинаем медитировать но продолжаем идти все это проходит со временем на тонком плане также есть энергетические каналы откройте анатомию человека нормально увидите кровеносную систему венозную лимфатическую вот лимфатическая система желтеньким цветом там обозначена представьте что на тонком плане тоже энергия желтого цвета или белого протекает это же примерно так выглядит только и чакра насоса так называемый опять же хочу напомнить что чакра почистить невозможно ни человеку не какому-то супер там могу чакра чистится специальными сущностями поэтому тот кто говорит давайте почистим чакра можно с к этому человеку больше никак не обращаться это все обман заблуждение вот поэтому это бесполезно те люди которые берут за это деньги просто можно больше не обращаться также есть люди которые ну попадаются до сих пор такие клиенты которые смотрят наш канал даже кто-то обращался и но клиенты же между собой переписывается потом эти клиенты некоторые информацию опять же нам передают как бы ну есть до сих пор такие люди контактеры специалисты как бы да конечно жалко людей когда их разводят и смешно смотреть на этих контактеров которые только начинают которые готовы любое заболевание вылечить там дцп там головные боли там чего угодно да готовы лечить все а я опять же говорю карма не лечится до жизни уроки невозможно вылечить наоборот их накажут за это если они будут пытаться это сделать и как сделать они еще сами не понимают есть куча людей которые вот до сих пор сегодня вот у меня есть какой-то канал все я через этот канал получаю какую-то энергию его ребят я говорю любая информация карта таро гипноз через какой-то канал голубой синий фиолетовый там золотой сущности передают информацию просто если вы их не видите это не значит что их нет мы непосредственно напрямую общаемся с сущностями люди которые каналы какие-то видят это просто люди еще не очень развитые и не понимаешь такой сущности да что через эти каналы просто сущности с вами контактируют его даже не слышите не видите просто чувствуете какие-то каналы вот наверное основные причины головной боли люди которые к нам обращаются во всегда точно говорю что вот надо вот так делать это мы можем помочь что можем уменьшить там и конечно же всегда хочется быстрее 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 но не всегда получается что у сущности мгновенно все получается у некоторых людей потому что у всех программы разные и причины разные многие люди смотрят различные лекции наши другие лекции и думаю что вот проблема такая на самом деле я всегда говорю прежде чем там смотри темных там еще кого-то если человек уже имеет какие-то проблемы с головным головными болями просто нужно посмотреть причина этих заболеваний уже дальше смотреть и удалять если есть возможность пишите свои комментарии делитесь своим опытом болезнями если не боитесь нам об этом рассказывать комментарии под видео я думаю что они будут интересны другим людям как вы избавлялись от них вот что делали для этого опять же если это приобретенное это сработает если это не приобретено то это бесполезно как бы не питаетесь как бы не медитируете как не плавайте в холодной воде там чего только не делайте больше отдыхаете расслабляетесь и так далее меньше нервничать и ну в каких-то случаях помогает каких-то нет конечно проще попасть к специалисту которые вам объяснить что происходит и таким образом сразу попадете в точку все вам самого доброго удачи увидимся новых видео до свидания